Ель, сосна, пихта – главные новогодние красавицы. Искусственная или натуральная – тут, как говорится, на вкус и цвет. Если выбрали натурпродукт, то перед покупкой стоит обратить внимание на внешность новогодней спутницы. Чтобы обязательно хвоинки были равномерные, веточки были равномерные. Хвоинка должна быть не желтенькая, зелененькая, пышная, чтобы была такая тоже равномерная. Каждого свое. Кому-то понравится елочка пушистая, а кому-то такая стройненькая. Немаловажный факт – рост красавицы. Тут все уже зависит от места, где будет стоять главный новогодний атрибут. В фаворе елочки от 150 сантиметров и выше. Высота растения напрямую зависит от времени посадки. Мы начинаем сажать где-то весной. Весной мы начинаем подготовку. И вот она в плантациях новогодних елочек растет 8 лет. 8 лет – это минимум. Она дорастает до полутора метров. Чтобы елочка выросла до высоты, например, двух метров, ей требуется 12 лет. Чтобы сохранить популяцию специально выращенных елей, в питомники ежегодно сажают новых вечно зеленых красавиц. Дмитровское отделение Центр лесхоза к встрече 2021 года уже готово. Мы сейчас не очень много реализуем. Где-то порядка 200-250 штук. Территория здесь в один гектар и на этой площади находится порядка 3-4 тысяч. Реализовываем мы непосредственно только для населения. Мы не поставляем ни на рынки, никуда. Вот именно отсюда у нас идет заготовка. Будет идти заготовка новогодних елочек. Так что Дмитровские ели на новогодних базарах не встретишь. Продажа осуществляется строго на территории питомника. За этими укутанными снежком девицами будущие владельцы проделывают целый путь. Приезжают из Москвы. Причем приезжают, ладно, с нашей северной стороны. Приезжают с южной стороны Москвы, чтобы вот именно здесь у нас срубить елочку. Ну, они, потому что здесь на рынках в Москве они очень дорогие. А у нас она порядка 500-700 рублей будет стоить где-то до двух метров. Сейчас цен пока нету, они каждый год меняются, но примерная цена такая. Покупка елочки в питомнике – это целый обряд. У каждой семьи он свой. Семья приезжала к нам. Они водили вокруг елочки хоровод, приезжали с ребятишками, водили вокруг елочки хоровод, пели ей песенку и потом просили прощения у нее, срубали. И обязательно фотографировали папу, когда срубают. Когда папа несет елочку, тоже фотографируют. Дети там за елочку подержатся. Вот такие вот обычаи у нас. Старт продаж в питомнике в 20-х числах декабря. За это время елочка не успеет осыпаться, а подарит ароматную атмосферу настоящего праздника. Ну и, конечно, десятки удачных новогодних фотокарточек.